Схема обвязки радиаторов. Где здесь, так скажем, собака зарыта? Где здесь косяки могут быть в плане бюджета и больших затрат денежных ресурсов? Значит, в первую очередь это все зависит от схемы обвязки самих радиаторных систем. То есть, давайте рассмотрим однотрубную систему. Я думаю, вы согласитесь с тем, что однотрубная система имеет меньшее количество трубопроводов, чем в двухтрубной системе. Но есть такие дельцы, опять же, они не рассчитывают теплопотерь, не делают гидравлических расчетов, то есть, приходят монтажники и для подстраховки вот эти вот диаметры увеличивают. Эта система работает очень хорошо и для многих, так скажем, больше 60% объектов, то есть, частных домов, она будет работать изумительно. Она работает за счет вот этой вот фишки с сужением трубопровода, дело в том, что, если идет здесь большой диаметр трубопровода, здесь идет сужение и теплоноситель делится на два потока, то есть, часть теплопотока пошла через радиатор, часть пошла по прямой. Так вот, монтажники для того, чтобы подстраховать себя и быть уверен, что на 100% работа, зачем считать? Лучше, лучше тогда зарядиться разумом, грубо говоря, здесь ставят вместо диаметра 25, вот основной трубы, закладывают 40, 32, 40. Часто ко мне приходят из-за консультации те же самые друзья, товарищи, я им просчитаю, я говорю, вот такие вот здесь диаметры, а вот мне потом приходят, сказали, что здесь лучше всего 40 ставить. Я говорю, ну, ставь 40, деньги лишние, пожалуйста, поставь 40, но я уверен в том, что будет 10-25 миллиметров диаметра работать. И вот эта система работает изумительно, но здесь обязательно рекомендуется просчитать вот эти все диаметры, то есть, диаметр подвода к радиаторам, диаметр основного трубопровода, и тогда, когда вы все четко будете знать в цифрах, что сопротивление вот этого трубопровода намного меньше, чем вам дает циркуляционный насос, то эта система будет работать изумительно. Если вы не знаете сопротивление вот этой системы гидравлического сопротивления и поставите малый насос, то она не будет работать. Для тех, кто не любит это считать, они просто-напросто сразу завышают диаметр и все, а завышение диаметра – это, естественно, ваши деньги. Дальше двухтрубная система обвязки. Вот я привел здесь два примера двухтрубной системы. То есть, как видите, вот одна двухтрубная и вот другая. Вроде бы, что говорит? Ну, две трубы есть две трубы. Естественно, это в два раза больше труб, чем при однотрубной системе, но, опять же, не при каждой однотрубной системе работает нормально и грамотно система отопления. Сейчас объясню прямо на схеме вот этих вот двух обвязок. Как видите, вот она от котла пошла подача и вот она обратка. Дело в том, что вот этот радиатор у вас будет горячее, чем вот этот. Я думаю, вы догадаетесь, да? То есть, горячий теплоноситель приходит сюда, сюда он приходит уже меньше, а так как теплоноситель идет всегда по наименьшему сопротивлению, то есть, вот здесь вот оборот теплоносителя будет быстрее, чем ему еще двигаться дальше и возвращаться по более длинному пути. Получается неравномерность нагрева. То есть, вот эти вот будут горячее, эти холодные радиаторы. То же самое здесь. Эта система, как видите, немножко по-другому. То есть, от котла пошло. Первый радиатор доходит, то есть, он самый ближний, но обратка у него идет самая дальняя. Если взять средний радиатор, то у него одинаково будет от котла расстояние и одинаково будет обратка. И вот эта вот система уже работает намного эффективнее и равномерность вот этих всех радиаторов будет одинакова. Если взять дальний радиатор, то есть, самая дальняя точка от котла подачи, но у него самая ближняя к котлу обратка. Естественно, сопротивление на выходе у него меньше, подхватывается циркуляционным насосом быстрее и прохождение теплоносителей, что через этот радиатор, что через этот радиатор будет одинаковый из-за того, что у него сбалансированы гидравлические сопротивления по всей траектории трубопровода. Поэтому здесь может быть у вас затраты одинаковые будут на материалы, но эффективность работы вот этой вот системы будет намного лучше, чем вот этой. Вот это тоже имейте в виду. Следующая схема обвязки и так называемая лучевая схема. Замечательная схема, но она имеет свои нюансы. То есть, грубо говоря, у вас есть коллектор, к нему подходит от котла подача и обратка, и через коллектор уже вы провели к каждому радиатору. В чем плюс этой системы? В том, что вы каждый радиатор можете регулировать вот в этом коллекторе по отдельности. Вы можете отрегулировать этот больше, этот меньше, либо наоборот, за счет, так скажем, запорной арматуры, которая стоит в коллекторе, равномерность каждого радиатора по отдельности сделана идеальной. Но это вот в том случае, если у вас, так скажем, пол не занятый и есть возможность вот эти вот все трубопроводы спрятать в полу. Плюс здесь еще нюанс в выборе трубопровода, то есть полипропилен вот таким образом вы уже положить не сможете, потому что у него линейное расширение. Здесь закладывается либо металлопластик, либо PEX труба, либо метная труба, либо нержавеющая гофрированная. То есть, тоже выбор труб очень большой, поэтому имейте в виду, если у вас есть такая возможность по наименьшему пути довести подвод коллектору, то можно использовать лучевую систему обвязки. Если у вас, наоборот, так скажем, коллектор где-то располагается и вам приходится ввести вот таким вот образом, понятно, что у вас количество трубопроводов резко увеличится для того, чтобы подвести к каждому радиатору. Увеличение длины трубопровода это и увеличение гидравлического сопротивления и, естественно, больше расходов идет на материал, стоимости материала.